Внимание! Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, зрители! С вами я Кирилл и мой канал Кирилл Ржевский. Ну что же, мы вновь продолжаем играть в дурака. В дурака онлайн. И со мной сегодня присутствует гость. И не гость, а даже два гостя. Это Паша. Всем привет, это я Паша. И Дивыч Андреевич. Здравствуйте, ребята. Давно не виделись. Сегодня мы будем с ними проходить. Ну, собственно, не проходить, а просто играть. Играть на расслабонщике, собственно, и бессилису. Играть на наслаждаться игрой. Да. Значит, это уже третья серия. Хочу сказать вам, ребята, сразу, что я играю уже не с аккаунта ВК, а с аккаунта Google+. И подписываю меня уже как Кирилл Ржевский. То есть по-английски, как на своем канале. И немножко тут другой аккаунт. Я прошел кое-что. Уже Волгоград тут чуть поиграл. Вот у меня тут совсем мало лута, совсем мало денег. Сейчас получим мы с вами бонус. И, собственно, какая у нас сегодня будет программа. Значит, сначала мы с вами поиграем в турнир в Самару. А потом будет кое-что новенькое. Я поиграю с мальчиком Пашенди. Но только не вместе с ним, а против него. Он тоже будет со мной играть. И вы это увидите, собственно, на своих экранах. Так что, Пашенди, пожелаю мне удачи. Сейчас я буду играть в турнир. Удачи тебе, мальчик. Только вот здесь есть одна проблемка. Я не смогу поиграть в Самару, потому что у меня только 25 тысяч. А ну, уже 60 тысяч. Так что, придется мне играть в Волгоград. Ну ладно, поиграем на удачу. Ну что же, нажимаем Волгоград. Это все тот же подкидной дурак турнир, который вы также можете скачать с Play Market. И, кстати, на этот раз я играю уже не в ВК, а играю уже через эмулятор Nox. Все. Nox это эмулятор Android. Итак, вот, собственно, мой профиль. И давайте мы начнем. Ну что ж, она началась. Да, надеюсь, у нас будут не такие сильные соперники. Итак, я хожу. Димочка, прокомментируй этот момент. Прокомментируй этот момент, как я буду сейчас играть. Ну что сказать. Желаю тебе удачи, Кирилл. Да, в вашем детстве ты прокомментируй. То, желаете, удачи. Самое главное не прыгать. Да. Пока что мне только мешается одна карта. Это семерочка, собственно, крестовая семерочка. Ну, подкидывай. Да. Не могу ей покидать. Черт. Средним игроку не могу. Могу только вот этому и вот этому подкидывать. Не забудь. Ну, я давно уже не играл у тебя. Да. Какие эти дурака. Да. Да, пока ситуация, как сказать, такая, средняя. Но я думаю, что я выйду из игры. Ну, в смысле победитель, а не проигравший. Разумеется, что ты уход, а ты уже как бы побежал. Да. И это не значит, что я проиграю. Так что, ребята, вот такие вот у нас дела. Дим, пока ты. Приглашаю тебя. Да. Дим, пока что мне везет. Да. А я поставлю у Лукаса. И вы, кстати, тоже ставьте Лукаса на данное видео. Если, конечно, ты не проиграешь. Да. Так. Ну, собственно, мне, вот лично скажу, ребята, вот по себе. Вот этот эмулятор вообще прям очень хороший. Он реально эмулирует практически любую игру на Android. Ну, на компьютере. Очень хороший эмулятор. Советую всем. Оставлю ссылку в описании. Собственно, скачивайте. И играйте с друзьями, веселитесь. Так. Надеюсь, все сейчас будет нормально. Так. Собственно, как я уже говорил множество раз, вообще игра дурак, она зависит. Зависит от везения, от раздачи карт, собственно. Ну, и от твоего умения. Как я уже говорил. Но вряд ли я сейчас проиграю, потому что у меня очень хорошая карта попасть. Какими картами ты прикатить невозможно? Вот именно. А, что, посраться еще? Да. Конечно, сегодня... А, сегодня у нас как раз выходной, сегодня суббота, и поэтому мы сегодня решили записать. Записать видео, видеоролик про дурака. Но это уже будет не в БК, а просто уже дурак онлайн. Так что... Да, если ребята вы не знали, то можно, как бы, использовать не только свой аккаунт ВК, можно использовать свой аккаунт Google+, свой аккаунт в Твиттере, свой аккаунт в Фейсбуке. То есть, делать где... Даже в однокласснике. Чего только можно, да, даже одноклассники даже. Так что, да. Может только кроме Ютуба. Но Ютуб, в принципе, и Google+, это практически одно и то же. По сути, через Google+, регистрируешься в Ютубе, правильно? Поэтому вот такие вот дела. Ну, собственно, мы вышли, мы на расслабончике, я могу с легкостью отправить вот этот вот спикер, потому что я вообще прям офигенный чел. То есть, я выиграл, но потому что мне повезло. Потому что мне повезло. Итак, ну, мы ждем наших соперников. Нашего Дениса и Дениса. Да. Так что, такие вот дела. Димыч, как тебе то, что я выиграл? Прокомментируй. Это просто заебись! Молодец! Прокомментируйте. Из-за него придется ставить дисклеймер. Сас плюс. Скажите спасибо Димычу. Так, ладно. Бойся меня, смотри, бойся меня. Напишу, отбивайся, друг. Отбивайся, друг. Какой друг, ты же его не знаешь. Ну, просто, ну, друг, ты мой друг. В смысле, типа, человек, отбивайся. Он получал помощь, помоги ему. Как? Если он так говорит, значит, у него какая-то последняя карта осталась. Я почему-то жестко помню. Да. Ну, это игра, поэтому расстраиваться не стоит. Хотя, я, честно, не люблю проигрывать, особенно в этого дурака. Так что... Так что везение, везение, еще раз везение, это главное, как говорится, кредо этой игры. Поэтому, ребята, надейтесь именно на везение. Как я уже говорил, ребята... Прощай, Дима. Да. Как я уже множество раз вам говорил, что на 70% зависит игра от везения, и только на 30% от вашего умения в нее играть. Так что, учтите это, когда будете садиться за игру. Вообще, онлайн дурака, вообще дурака с друзьями там. Так что, да. Просто учитывайте эти вопросы. Вот, собственно, на мой взгляд так. Может, на ваш взгляд это все по-другому. Ну, тем не менее, собственно, вы должны учитывать многие факторы. Для того, чтобы не проигрывать. Иначе будет пиписец. Пиписец, короче. Одним словом. Так что, ребята, вот. Собственно, такая третья серия. Они будут выходить так, ну, не так часто. Может быть, через выходные. Это зависит от того, от моего свободного времени и от свободного времени мальчика Пашенди. Ну, и Димыч, конечно, вообще. То есть, как я в прошлой серии вам говорил во второй, то, что Димыч может будет присутствовать, может не будет. То есть, вот он присутствует за кадром, помогает, поддерживает и все прочее. Так что, ребята, прошу вас заранее подписаться на его канал. На его канал Супергеймер. Ссылка на который будет в описании. Вот там вот внизу в описании под этим видео. Так что, заходите. У него очень интересные видео. Их пока не так много, но, собственно, они будут скоро. Только там говорит, что я остальным отбился. Да. Ну, это, как говорится, не пропаганда рекламы. Это не реклама, это просто просьба, так сказать. Потому что я хочу ему помочь. Я его друг и, собственно, все в этом роде. Ладно, продолжаем играть. Так, ну, что могу сказать по картам? Как ты думаешь, мальчик, что у нас там по картам? Все прекрасно. Коми 1к. Да. 8 крест. Да-да-да. Это охренеть. Нам могут в запад кинуть, поэтому это опасно. Так, тот уже вышел, вроде. А, вышел? Ты, ты, ты... Король вышел, Тос вышел, Дома вышел. У тебя же почти все корни. А, ну да. Ладно. Будем туда надеяться, что пойдем. В принципе, должны пройти. Сейчас не мастит тебе. Давай, масти. Ладно, давай. Ты ждала точно вышла? Да. Тогда я кидаю валют. У нас забирательный. А. Вот. И самое главное правило, когда вы играете в дурака, это внимательность и запоминание карт. Вы должны запоминать все карты, чтобы потом в будущем смотреть, какая карта у кого из противников осталась. Понимаете, в чем еще суть? Тут нужно все учитывать. Да. Как же, каждую детальность. Да. Не просто поиграла, забыл, да, то есть, дошел до конца игры, и все. Ой, сейчас выиграю все. Ой, нет, я пойму. Ты думал, что туда кидать нет? Не кидай. Кидай, ты уверен. Пускай планерничек. Денис, да. Да уж. Ну, как скажу, по картам так, как сказать, средний чел. Я не люблю, когда компьютер мне раздает две одинаковые карты, то есть, не две карты одинаковые масти, в данном случае, это пики в основном. Вот этого я, кстати, очень не люблю. Потому что он чувствует, что я не люблю крестить, он начинает мне подкидывать крестового вальта, это вполне вероятно, из-за чего я начинаю просто забирать. Ну, в данном случае мне повезло, но обычно они так и делают, я хочу вам сказать, ребята, поэтому будьте внимательны. Да, просто знать, который ты мастерливший, будто кидать. Да. Если, конечно, у него вообще это есть. Так что, да. Пять и крестьян поход запомнишься. Крестовый регион. Но если бы у него было бы крестовое дамо, он не крестовую дам, логично. Так. Ну, как говорится, главное не победа, главное участие. А судя по этому всему, то мы, если сейчас проиграем, то мы ничего не выиграем и ничего не потеряем. То есть, когда ты занимаешь второе место в полуфинале, то ты ничего не выиграешь, ничего не проиграешь. То есть, хочу напомнить, ребята, что тут есть два, извиняюсь, в общем, тут есть отборочный раунд, вы побеждаете всех четырех игроков, то есть трех, и попадаете в финал. И когда вы попадаете в финал, вы зарабатываете одну победу. Если вы заработаете определенное количество таких побед, там, пять или шесть, то вам дадут кубок. Кубок Волгограда, там, чего угодно, любого города. Так что будьте осторожны. Кважется, нужно вырыть два финала. Да. Ну, походу, у него все козырные, похоже, да? Думаешь, все козырные? Чего находит? Ну, да. Хреново, да. Да, не повезло. Ну, ладно. Ах ты, Денис, да. Да, ничего не потеряли. Как же поздно. Да, ну, ничего страшного. Как говорится, главное не победа, а главное участие, как я уже множество раз говорил. Ну что же, теперь мы сыграем. Вместе с Пашендием против друг друга. Будет такая вот интересная игра. Но главное, чтобы Пашенди не подсматривал мои карты. А чтобы он их не подсматривал, он сядет спиной к компьютеру и, собственно, не будет подсматривать. А я его приглашу. Ладно. Я приглашу по Санючка, нажму играть. Он сейчас находится в лобби. И, надеюсь, интернет не будет отставать и все пройдет хорошо. Твой. Так, ну что, Пашенди, давай заходи в игру, я тебя жду. Так, я тебя принимаю. Сейчас, прежде чем я нажму на старт, я сделаю вот это. Ладно, все, 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 тихо. Не будем поставить. Все, у нас старт. Вот он, мальчик Пашенди. Так, он ходит. Ну, давайте, собственно, посмотрим, что у нас тут есть. Я не буду комментировать все свои карты, какие у меня есть. Я просто буду комментировать обстановку. Хорошо ли там у меня все или плохо. Собственно... Ну, даже с королем, с тузом и с дамой можно в дураках остаться. Такое бывает. Так что расслабляться все равно нельзя. Тем более, я, кстати, хочу вам ребятам сказать, что если вы играете в дурака, и у вас в самом начале попались все козырные карты, в самом начале, то это плохо. Это реально плохо. То есть, если в конце все козырные карты, то это просто отлично вообще. Но если они у вас в начале, то это беда. Да, тебе будет и бежонка, ты их стратишь. Да, ты их все растратишь потом, и, собственно, в конце попадется полная... То есть, полная лажа, и просто можно с такими картами проиграть. Ну, это я чисто к примеру привел. Собственно, что Димыч думает по этому поводу? Прочее, какому поводу именно? Я немного плевся. Вообще, ладно, забей. Короче, может быть, у Пашенди и хорошие карты, но я бы не сказал, что у меня плохие карты. У меня они тоже довольно-таки хорошие. И Димыч не даст соврать. Да, он не прав. Кстати. Так. Отлично. Молодец, пацаничка. Просходил с той картой, которая мне вообще прям нужна. Понимаешь? Ну, я же поблюсь, знаю, кто так и как там. Так. Я, кажется, знаю, кто вышел. Ну, подожди. А мы сейчас так сделаем. Да, мне кидай, ты мастер, который мне не играет. Ну. Позволь. Да, я такой. Я такой. А ты такой? Да. Мужчина сборадовывает. Просто сборадовывает. Да. Именно так. Попал. Так. Ну, Пашенди еще есть. Есть шанс еще выиграть. Потому что мало ли. Ой-ой-ой. Начинает просто нервничать. Нервный пацан. Нервный пацан. А тут нет шанса натянуть выходами на эту ситуацию. Ну, может быть. А, ну вот, да бы. Ладно. Ну, это да. Это да. В этом ты прав. Давайте посмотрим на заключение. Что же будет? Выиграю ли я или я проиграю? Пойдет сыграть, Иван. Да, ты однозначно выиграл. Да, Тифан. Я выиграл. Ладно. Давай еще раз сыграем. Так, отлично. 20 тысяч. Если вы играете с рандомными игроками, то при победе вы получаете, если вы играете с двумя игроками, то вы получаете 15 тысяч монет. А если вы играете с четырьмя, то есть с тремя игроками, то вы получаете 13 тысяч. Если же вы играете с одним игроком, как я в данном случае с Пашендием, то вы получаете аж 20 тысяч при выигрыше. Так что, ребята, знайте, имейте в виду. Так, но в данном раунде чего-то у меня карты сейчас какие-то не очень. Я вам скажу так сразу, ребята. Так что, такие вот дела. Но, в принципе, как говорится, надежда умирает. Последний. Поэтому, может быть, все еще изменится. И у нас не любят бубни, а? Я люблю бубни. Они такие огромные, как ты думаешь. Да, вот так уже. Черт, беру. Беру. Так. Нажму этот смайлик. Давай, помоги мне, пацанючек, помоги. Так. Нет. Отбивайся, отбивайся, друг. Забирай эту лажу, так сказать. Так что, ребята, вы знаете, что я тебе стал адекватным. Я так вообще нормально разговариваю. То есть, без всяких лишних слов. Мои друзья могут сказать все, что угодно. Из-за них я поставлю диск реймер. Но я, как говорится, сейчас уже в более культурном плане. Так что, собственно, я боюсь сейчас, что у меня, может быть, фигово видно, короче, потому что если я сейчас выпрямился. А, я вообще не люблю. Но тебе обидно только... Ну, потому что ты уж подсматриваешь, понимаешь? Что, фигово? Ты подсматриваешь. Это неправильно. Это я могу просто наказать. Блин, ну да. Я вот мы, походу, ничего вообще не имею. Да уж. А вот какой-то? Отбиваюсь. Предсказывай мы. Блин. Ты знаешь, мальчики... Ты прекрасный, конечно. Да потому что тебе все козыря. Понаберут козырей. Понаберут козырей и радуются. Слышь. А если такое отправлю? Ничего. Бай, пожалуйста. Ё, бай, пожалуйста. Ладно, шучит. Ладно, собственно, не будем мы ребятничать. Давайте еще разыграем. Что, что? А спросим ли у Димыча? Хочет ли он с нами сыграть? Ну, Димыч, если ты этого хочешь, то я согласен. Ладно, давайте в последний раз пошагнем, потом с Димычем разочек и все. На этом, думаю, уже заканчиваем. Потому что я... Ребята, я не хочу особо так долго видео это, как бы сказать, делать. Долго видеоролик, потому что... Ну, долго потом с ним возиться, долго обрабатывать, собственно. И вам долго смотреть, поэтому лучше уж так сделать, собственно. То есть, я бы сказал, что вот эта рубрика карт, дурака, это такая вечная рубрика. То есть, с дураком можно играть вечной. Это такая игра, которая просто... Гарантики не надоеду. Ты у нас не любишь пики, поэтому сейчас то, что все эти карты заберешь. Ну, конечно. Ну, или потратишь все козырные. Потратил? Молодец, мальчик. Так, блин. Ну, то, что ты все козырные набираешь. Так нечестно, понимаешь? Я буду... Жаловать президенту, напишем письмо. Жаловать. Мальчик не обижает. И что он мне ответит? Слышь, ты козырями разбрасываешься. Это слишком. Так, что это за... Походу, мы с тобой в прошлый раз дома поговорили не полностью, да? Так, что бы нам сделать? Давай лучше так же сделать. А вдруг? А вдруг? Кирилл, я тебя обожаю. Блин, все музыки. Давай, спротивляйся. Ой, напугал. Ой, напугал. Ну, тебя все козырные. Ну, что, Димыч, готов? Давай, все, пойдем. Так. Чем мы тебя ждем, Дима? Куда дай уходим? Так, ты у меня в друзьях. Давай, выйдем. Скажешь, в общем, мне свой id. У меня в подкидновок дурака на телефоне нет. Блин. Ну, давай с другого аккаунта сыграю. Давай. Пытаюсь, хотя как-нибудь, не знаю. Короче, сейчас поставим пока на паузу, потом продолжим. Кобички же надеются. Да, потом продолжим, когда Димыч уже, собственно, уже будет с вами играть. Итак, ребята, в общем, со мной сейчас будет играть Димыч. Он уже зашел в игру. Мне осталось просто по id найти его. Добавить его. Добавить его. Да, добавить друзьям, да. Ты сказал, Димыч. А, ты хочешь, можешь поиграть? Да. А, да втроем. Я не против. Так, а как там по id пишешь-то, Димыч? Так, не нади. Так, 836. 800, 836, что там? Эээ, 174. Так, ищем, найти. А, найти надо. Вот Дима у нас добавить, все добавляем. Давай, принимай. Призимай. Так, принят. Так, ну что, давайте играть. Давай. Я нажму и жалу играть. Принять. Так, Димыч, все, принимаем. А где Дима? Сейчас, пригласите, сейчас его к столу. Все, а я в столе. В смысле, тебе не видно? Дима у вас двоих видно. У меня нет. Ни до. Короче, давайте я выйду, все, заново зайдите. Приклажите. Так, давай. Пашенди, выждавай играть с тобой. Так, принять. Вот, столу подожите. Что, принимается? Давай. Подожди. Давайте сделаем вот так. Да старт, жми, блин, его нет. Пригласить. Давай, все. А, вот, все. Все, пригласи, да? Есть? Странно. Да, е-мое. Что ты за... Короче, я подождусь. А что, так нельзя, что ли? А вот, пригласите вас к столу. Ну, давайте, приглашай. О, все, наконец-то, настроился. Да, давайте. Мы разобрались, мы готовы. Ну, бывает такое. Так, мы играем, так мы отвернулись. Пашенди не смотрит. Я тоже не смотрю. Так, все, да? Я не смотрю, честно. Димыч отвернулся, собственно. А я тут с вами, ребята, как всегда, ваш Кирилл жесткий, собственно. Да? Так, ну что же. У нас карты, в принципе, неплохие. Так что, давайте играть. И главное, давайте играть. Честно, собственно, да? А тут ты не смахлющ никак. Ну да, тут не получится, собственно. Как у тебя дома, пацанечек, не получится. Отбить червовую восьмерку бубновой девятки, если это не козырь, да? Ну, что такое? Не знаю, Димыч берет. Кто дома у тебя играет, теперь играем здесь, собственно. Так что, ребята, давайте, собственно, оценивайте, как вам вообще вот это вот... Я как-то поближе на диван сяду, потому что интернет как-то объяснил. Я найду просто, ребят. Так, ладно, ладно. Значит, вы оценивайте, как вам вообще все это. То есть, что я играю не просто с рандомными игроками, а со своими друзьями, именно уже против них. И мои друзья присутствуют не просто в видео, а в самой игре. То есть, вы это тоже оцениваете, пишите ваши комментарии, по всему этому поводу все, что вы думаете, собственно. Так что, давайте, ребят, за дело. А у нас вообще тут какая-то блажа пошла с картами, я не знаю, что вообще делать. Так. Ты че смотришь? Блин. Я в машине людей. Случайно, да? Случайно, блин. Все у него случайно. Пипец, блин. Все, капец, как же. Ох, Димон монстр, а вообще закидал, блин. Да, закидали, блин. Все, все, блин. Капец, капец, капец. Ребят, я не выиграю больше. То есть, как бы и этот кон не выиграю. Илью, только не сдавайся. Я выиграл. Ребят. Ну, посмотрим. Аплодисменты Диму Чуанреичу. Да. Пока я вышел. Так, все, давайте дальше играть. Давайте, я посиду, посмотрю, пока подальше. Да ты шакал. Забирай. Кажу. Нет, не получится. Так, давайте так сделаем. Думаешь забрать? Ну, убито, нечего. Ладно, давай, забирай. Забирай, пацанючек, забирай ты, пацанячик. Все. Ах. Наблюдаю, ребят, звук экрана, так сказать. Да, вот именно. Вот так, собственно. Да. Бывают и поражения, и проигрыши. Я думал, я проиграю, потому что в конце у меня попались карты одной пиковой массы. А, да, я проиграл. Да, ничего страшного. Бывает. Я полный. Ну, против тузатора. Как против лома нет приема. Надо три заработать. Если нет другого лома. Правда? Как тебе? Да, 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 да. Да, да, да. И тут вспомнил, короче, пословицу ты какую-то говорил еще очень давно, типа, важно быть, это там нужно. Скажи ее сейчас зрителям. Зрители слушаем. Короче, не нужно быть важно, это важно быть. А, ну как это? Скажи это зрителям. Ну скажи ты. Из твоих уст это лучше звучит, понимаешь, чем-то. Не нужно быть важным, важно быть нужным. А, не нужно быть важным, важно быть нужным. Играй, играй. Беда. Играй, все. Блин. У меня, ребята, я бы сказал, что произошла какая-то проблемка, но при них говорить не могу, потому что иначе... Хотя Пашенди наверняка сейчас сидит и палит мои карты. Нет. Я же проиграл. Ладно, скажу, что у меня нет ни одного козыря. Я могу. А, ладно. Так. Давай. Давай, Димыч, отбивайся. А так, атакую карту. А так. Видели этот смайлик? Блин, не радуется. Смотри, мне еще туда. Я не ребенок, чтобы смайлик присылать. Кстати, мне вот беседы люди, которые вот присылают смайлики, вот просто без дела. То есть у них все хорошо, они тебе смайлик со слезой пришлют, и что-то еще другой смайлик, вообще без дела. То есть, ты понимаешь, там, когда ты шлешь смайлик в тему, а когда ты шлешь просто так, не обдуманно, какой-то вообще не в тему, то это глупо, я считаю, вообще. Диман, что ты делаешь? А так. Походу, я опять выиграл. Это да. Мальчик разозлился. Пацанечка разозлился. Да тихо ты. Я по-моему передаю эмоции свои шпины. Туз. Туз. Съешь арбузы. Да. Именно так. Туз. Туз. У тебя что, все тузы? Да, почти. И король один остался. Что этот мальчик сегодня как-то не везет? Нет. Главное, он меня выиграл два раза, а тут что-то не может выиграть. Ладно, все, ребята, короче, играем последний раз, и на этом, собственно, нам уже заканчиваем игру. Так, давайте поиграем на удачу. Надеюсь, Пашендию мальчику повезет, и он выиграет. Давай. Главное старание. Главное старание, усердие, усилие. Так что. Что у нас тут? Время идет. Да, опять карта не актив. Но это бывает. Мне такое бывает, когда я еду куда-то там, на автобусе, и играю в дурака, там часто зависать, потому что, как бы, дорога, передвижение, связь нарушается и все прочее. Поэтому я там никогда в карты практически не играю. На дороге. Это, в общем-то, в общем-то, в плане. Так. Ну что ж, что ж могу сказать. Не очень, не очень у нас обстоят дела. Но, как говорится, пословица из грязи в князи тут может помочь. Так. Любита. Дима. Пашенди, главное, прелюдия. Прелюдия, давай. Без эмоций. Без эмоций. Димыч, как-то он тебя ловит. Пашенди, давай, Димыч, что будем засирать. Сейчас ты отбиваешься, как-то извини. Ой. А все будем Димычи засирать? Все равно. По-любому. Ладно. Да. Чего ты смотришь мой карту? Почему мне палишь? Отбивайся. Я уже отбился. Ты нет. У тебя втоход же стоит. Угу. Такие вот дела у нас, ребята. То есть, бывают мухлюют. Не, бывают не мухлюют, но бывает просто подсматривают. Мне, конечно, это больше всего взбесило. Так. Отбивайся. Ой, разозлился наш мальчик. Блин, ты за нозом в заднице, Дима. Ты что творишь, Димыч? Ты мне не дал подкинуть. Диман, ты задрал. Все, офигенно. Чему так везет? Спасибо за игру, я опять выиграл. Вот чему так везет? Ну, дайте еще раз сыграть. Нет, на удачу. Ну все, пошли, это время. Только если там, уже завидел, после видео. Спасибо за игру, ребят. Да. Было приятно выиграть вас. Да. Это ты ребятам, которые зрители, или ребятам, которые мы? И вам, и им. Ну подожди, мы еще не прощаемся, Димыч. Так что, придержи коней. Что это не прощаетесь? Еще игру будем играть по коне, выиграете, Дима. Да. В смысле? Это кто же сказал, что это игра на удачу? Ну, мало ли. То есть на удачу. За кадром, уже за кадром. Да, может я сейчас проиграю. Свои слова нужно держать. Да. Но не всегда. Что если не всегда? Так. Что же нам сейчас сделать? А если на кону миллион? Поступим таким образом. А так? Сейчас будет у нас. Сейчас не козырного кунж, да? Козырного? А я тебе его не кину. Это зря забрал, видишь? Зачем? Собственно, спрашивается, зачем? Ладно, короче, мы сделаем вот так. Чтобы, как говорится, пацанючек выиграл, мы сделаем одно дело. Я не буду играть с вами. В смысле? Просто, посмотри, понаблюдаю. Мне отбиваться нечем, пипец. Я проиграю, все. Я проиграю. Ладно, пробуем сделать ничью. Так, пропуск хода. Мы отбились, мы отбились. Такое бывает. Я не хочу. А, блин, надо было. Ммм, зачем? Ну ладно. Короче, пацанючек у нас нормальный человек. Он уже меня выиграл, правильно? Так что он проиграл не в сухую. То есть он меня выиграл в два раза. Диму чуть сегодня вообще неимоверно везло. Я не знаю как, но, собственно, это так. Так, все, давайте уже выходить отсюда. Как еще войти? Закончим наш игру. Да. Так. Что ж, давайте я подойду, чтобы... Так, ну что ж, ребята, собственно, на этом мы заканчиваем третью серию дурака подкидного. Скачивайте это приложение на Android. Можно когда-нибудь играть вместе, да. Играйте со своими друзьями, там, веселитесь и все прочее. Пошли, не скажи, что он типа вызван, тащим карту. Все девчатка, ровно скажи. Ну скажи, на камеру, на камеру. Все было четко, ровно. Всем, да, тебе, всем. Ну скажи, все было четко, ровно. Все было четко, все было. Да. Крилд затащил катку, что ты не говоришь на фразу. Я затащил все три подкатки. Димыч, попрощайся с друзьями, с подписчиками, с друзьями. Всем удачи, всем пока. Так, да, на этом третья серия подходит к концу. Комментируйте, пишите ваше мнение, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Супергеймер. И, собственно, удачи вам, ребята. И пока. Увидимся в четвертой серии, которая тоже ожидает быть у нас интересной. И главное, не пропустите и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить всех новых моих видео. Ну, а на этом я с вами попрощаюсь ненадолго. С вами был Кирилл и мой канал Кирилл Ржевский. Удачи вам, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok